Трофей Чемпионата Мира по Футболу 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 В это время необходимо уложить канализацию, водопровод, линии связи и благоустроить территорию. Работы по электроснабжению объектов чемпионата ведутся по специальному графику. Он синхронизирован с прокладкой других коммуникаций. Вот здесь тянут электрический кабель, а чуть дальше протягивают водовод. Кабель тянут с помощью специальной лебедки. На сложных участках – вручную. Протяженность этих сетей больше 180 километров. Самое важное – первая РТП. Она находится ближе всех к стадиону, и на нее ложится самая большая нагрузка. Работы мы планируем закончить в конце сентября и по постоянной схеме отдать напряжение потребителям. Общая нагрузка, которая упадет на эту распределительную подстанцию, где-то будет порядка 5 мегаватт. То есть достаточно большое количество. Первая распределительная подстанция почти готова. От нее запитают все, что находится рядом со стадионом. Это две тренировочные площадки с футбольным полем. Локальные очистные сооружения, временные пункты, медиа-центр и фудкорты, а также все наружное освещение, пункты видеонаблюдения и контрольно-пропускные пункты, всю южную парковку около Самара-арена. После того, как завершатся подготовительные работы, сетевики начнут подключать к подстанциям все объекты. Работы будут идти по схеме бесперебойного питания. Отключать от электричества прилегающие дома не станут. Ровной дорогой ложится асфальтобетон. Щебеночно-мастичный. Он крепче, износустойчивее и надежнее обычного асфальта. На Волжском шоссе уже вовсю укладывают верхний слой толщиной 5 сантиметров. На участке длиной чуть больше трех километров более половины дороги уже в новой одежде. Рабочие признаются, помешать им не может ни движение, ни своеобразный рельеф дороги, который они смогли укротить. Движение организовано как бы правильно, в работе ничего не мешает. В первую очередь устраивалось фрезерование, затем выравнивание крупнозернистым асфальтобетоном местами в один слой, местами в два слоя в зависимости от профиля дороги. Сейчас укладываем верхний слой покрытия. На Волжском шоссе кроме верхнего слоя асфальта сделают барьерное ограждение, установят дорожные знаки и автобусные остановки, а также расширят проезжую часть за счет разделительной полосы. После ремонта на Волжском шоссе появится и то, чего здесь никогда не было. Для пешеходов и велосипедистов обустроят дорожки, ну а самое главное, в ночное время улица теперь будет освещаться. В числе нового и водосток вдоль дороги. Он позволит держать асфальт в сухости, что продлит срок службы верхнего покрытия. Участок сложный в плане рельефа местности и соответственно всегда идет водосброс и в весенний период, и в осенний, и в момент, когда дожди сильные. Соответственно, здесь для того, чтобы дорога сбрасывала воду никуда, не попадя, а в определенный здесь запланировано, чтобы был сброс полномерный и запланированный, и чтобы дорога дату не страдала. На участке длиной почти в 3,5 километра сейчас трудится до 40 человек. Работы обещают закончить в конце октября. Всего в регионе по программе «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 110 автодорог общей протяженностью 163 километра. Шесть матчей Чемпионата мира по футболу Самара должна принять на высшем уровне. В этом уверен заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Он лично убедился, что все грандиозные стройки идут в штатном режиме. В Самаре он посетил городскую набережную, аэропорт Курумыч и, конечно же, стадион. Подробности в рубрике «Добро пожаловать». До 30 тысяч пассажиров в дни проведения матчей. Такая нагрузка ляжет на транспортную систему региона летом 2018 года. Причем значительная часть приезжих начнут знакомство с Самарой в аэропорту Курумыч. Современный аэровокзальный комплекс сегодня отвечает самым строгим мировым стандартам. И вот на финишную прямую выходит реконструкция аэродрома. О готовности руководитель Росавиации рассказывает вице-премьер управительства России Виталий Мутко. Завершается строительство второй взлетно-посадочной полосы. Идет обустройство перронов и аварийно-спасательных станций. Особенность то, что мы ведем реконструкцию в условиях действующего аэродрома. Значит, вот все, что зеленое, это уже выполнено. Все усилия сосредоточены на завершении обустройства перронов и аварийно-спасательных станций. Ну, рисков того никаких. Когда у нас завершение по контракту полностью срок вашей части федеральной? Начало марта будущего года. Но бетонные работы мы заканчиваем в ноябре. По словам губернатора Николая Меркушкина, части пассажиров будут прибывать на старый терминал. Его отремонтируют, чтобы придать современный лоск. Кроме того, Виталий Мутко высоко оценил качество новой дороги, которую ведет из аэропорта к Самаро-арене. Основной стадион проведения игр готов уже более чем на 80%. Нет никаких сомнений, что объекта будет в дан срок. На строительной площадке работают порядка 2000 рабочих. Но не только футбольное поле должно быть в порядке. Рядом вырастет, по сути, целый город со своими коммуникациями и автостоянками. То есть еще раз транспортная коммуникация. Это трамвай, который пришел. Это трамвай. Дальше, значит, автомобильный. Дальше, для шаттлов, для автобусов. Шаттлы у нас здесь паркуются и на северной части. Не менее важно, в каком виде и с каким настроением встретят болельщиков в город. Настроение спортивное. Это видно потому, как областные команды приняли участие в турнире «Лето с футбольным мячом». А Самарская набережная стала одной из красивейших в Европе. О том, что еще 6 лет назад на Волге ставили распивочные заведения, сегодня даже уже не вспоминают. Везде спортивные площадки, играет духовой оркестр. Итоги визита были озвучены на совещании, которое провели Виталий Мутко и Николай Меркушкин. Вице-премьер назвал Самару важным городом для проведения чемпионата. Подготовка проходит в штатном режиме. Главная спортивная арена скоро будет введена в эксплуатацию. Мы сегодня обсуждали их. Это прежде всего, конечно, крыша стадиона Кровля. То, что сегодня нам предстоит сделать, это сложные инженерные решения. Поэтому, конечно, мы договорились, что эта работа должна как минимум, ну, где-нибудь так до конца сентября, сединия октября быть завершена. Общестроительная вода эксплуатация должна быть в этом году. Мы должны получить разрешение на воду. Но этап, скажем там, второй этап уже, ввод его, скажем, какие-то определенные системы, запуск, он потребует, конечно, где-нибудь февраль месяц. Я думаю, это окончательный срок, когда мы завершим контракт, закроем его и передадим его уже сегодня заказчику. Особое внимание стоит уделить созданию систем навигации. Сегодня Самара похожа на одну большую новостройку, а результат будет виден уже менее чем через год. Мы тоже выполнили не менее 85% работ, потому что и по дорогам, которые были в программе подготовки к чемпионату мира. И, скажем, сегодня у фан-зоны, если брать, например, по гостиничному. Все основные требования ФИФА по гостиницам мы выполняем. И вот основную гостиницу новую, которую строим, там тоже процент на 75 работы готовы. Мы планируем ее ввести где-то в январе, ну, как край февраля месяца. Разработаны также и культурные программы. В дни проведения чемпионата будет организовано более 160 мероприятий на любой вкус. Так, чтобы во всем мире узнали Самару, как город, способный на высшем уровне принимать соревнования всемирного значения. До чемпионата мира нас отделяет один учебный год. Необычно его начали в 77-й школе. Там прошел футбольный урок, посвященный Мундиалю. В гости к ребятам пришли посол чемпионата и игрок крыльев советов. Что они подарили школьникам, расскажем прямо сейчас. Питерский футболист Евгений Башкиров, полузащитник самарских крыльев советов, по возможности поет везде, а в душе он всегда танцует. Эта привычка осталась еще со школы. Старшеклассником он пел в хоре. Спортсмен считает, любая профессия, даже футбол это творчество, а творчество должны научить в школе. На первом уроке на газоне 77-й Башкиров провел своеобразный смотр молодых местных талантов. Сегодня не просто день знаний, а начало для каждого. Какого-то определенного пути. И вдруг кто-нибудь из них уже можно забрать сразу же в крылья. И прийти к Андрею Валерьевичу Тихону. Сказать, вот все, парень готов, просто берем его в тренировочный процесс, можно будет расти сразу же. 77-я школа Кировского района самая футбольная в Самаре. Ее команда разных возрастов призера областного этапа турнира «Лето» с футбольным мячом. А семеро старшеклассников уже играют за молодежку крыльев советов. Скоро эти юные таланты превратятся в футбольных звезд мирового уровня. Именно в этой школе здесь столько победителей. Вон, смотрите, сколько здесь кубков, да? Сколько здесь замечательных спортсменов растет. Сегодня на линейке показали ребята свой класс. Футбольные уроки прошли еще в двух самарских школах – 7-й и 57-й. Ученики познакомились с историей проведения чемпионатов мира и как проходит подготовка в Самаре к этому спортивному празднику. На этой неделе прошли и отборочные игры сборных к чемпионату мира по футболу. Некоторые команды уже обеспечили себе место на Мундиале. Так, например, в Азиатской конференции 4 прямые путевки уже нашли своих обладателей. У каких сборных также высокие шансы попасть в Россию следующим летом – узнаем в следующем материале. Начало сентября – это традиционное время для отборочных игр национальных команд. В этом году во всех встречах бьются ради одной цели – попасть в Россию на чемпионат мира по футболу. Основные ранды квалификации закончились уже во многих континентальных конференциях. В Азии первыми определились все обладатели прямых путевок на российский Мундиаль. Ими стали лучшие двух отборочных групп конференции – Иран, Южная Корея, Япония и Саудовская Аравия. Еще за одну путевку будут играть Австралия и, что весьма неожиданно, сборная Сирии, которая, сравняв счет на последней минуте в матче против Ирана, сумела добиться права играть в стыковых матчах. Победитель этой пары за билеты до России сыграет с четвертой командой Северной и Центральной Америки. Из зоны Конкакав пока только Мексика досрочно за два тура до конца обеспечила себе участие в мировом турнире. Чуть ниже по карте в Южной Америке разворачиваются нешуточные страсти. Один из лучших футболистов мира, Лионель Месси, может пропустить Мундиаль. Его Аргентина пока не попадает в зону прямых путевок в Россию, как и одна из самых ярких команд – сборная Чили. Обе команды уже в октябрьских играх постараются исправить это недоразумение и приехать к нам в гости, если не напрямую, то через межконтинентальный матч против Новой Зеландии. Пока ни одна африканская сборная не обеспечила себе выход на чемпионат. Среди явных претендентов – лидеры своих отборочных групп – Нигерия, Тунис и Египет. В европейской зоне к играм в октябре могут спокойно готовиться бельгийцы. Они точно будут играть следующим летом на российских стадионах. В одном шаге от этого – Германия, Испания, Англия, Сербия и Швейцария. Им осталось выиграть еще по одной игре. Еще немного седин-волосы добавят болельщикам итальянцы, португальцы, французы, шведы, греки, ирландцы и валийцы. Эти сборные, вероятно, за места на чемпионате мира будут сражаться в стыковых матчах. Самая интересная ситуация в отборочной группе «Ай». Здесь сразу четыре команды – Хорватия, Исландия, Турция и Украина – имеют равные шансы как и на победу в группе и, соответственно, прямой выход, так и на второе место с билетами в стыковые матчи. Кульминация футбольных сюжетов наступит через месяц. Ждем и болеем за своих любимых игроков. На этом наш выпуск завершен. Еще больше интересного о подготовке к чемпионату мира смотрите в программе «Самара в игре». Увидимся на полях ваших телеэкранов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова